Прошло уже немало десятков лет после того, как по территории нашей огромной страны прокатилась война. Эхо тех страшных событий до сих пор живет в болотных трясинах, в заплывших окопах и огромных воронках. Под землей хранится память о жестоких сражениях и о судьбах сотен тысяч защитников Родины. В течение нескольких дней поисковые отряды из Десногорска, Росвеля, Смоленска и Сыктывкара принимали участие в поисково-разведывательных работах. Они разбили лагерь в районе урочища Краечики Куйбышевского района Калужской области. В настоящее время это место было малоизученным. Однако поисковики, опираясь на исторические справки и боевые донесения, узнали, что в 43-м году в этой локации проходили ожесточенные сражения 10-й армии 330-й стрелковой дивизии с фашистскими войсками. За неделю до экспедиции была проведена разведка в местах сражений, выполнен тщательный опрос местных жителей соседних деревень. Благодаря этой масштабной работе, а также используя георадары, поисковикам в первый же день удалось обнаружить останки одного из солдат. При бойце были найдены две противотанковые гранаты, детонаторы с отпечатками газеты на русском языке, каска, трофейная немецкая фляжка с водой того времени, личные вещи и коробочка для табака. Сергей Колпаков, поисковик отряда «За родину», продемонстрировал личный знак, с помощью которого в последующем можно будет идентифицировать погибшего воина. «Обнаружили смертный медальон солдата. Вот сейчас мы его будем просто поднимать. Вот такие медальоны выдавали в 1941 году солдатам». Участникам поисковых экспедиций нужно быть готовым ко всему – к жизни в палатке, к приготовлению пищи на костре, долгим пешим переходам, к непогоде и работе в команде. Нужно четко понимать, что поиск – это не развлечение и приключение, а тяжелый труд, как физически, так и морально. «В отряд все приходят по зову сердца, и, наверное, не каждый человек решится свое личное время проводить в лесах. Но те, кто приходят, они четко понимают, зачем они пришли, что искать солдат погибших и заброшенных здесь в лесах – это наш долг. И мы выходим в каждую экспедицию с надеждой как можно больше найти солдат, установить имен, найти родственников, сообщить о месте гибели их предков. Настоящее патриотическое воспитание – оно здесь, на местах боев, где действительно ребята видят историю своими глазами, видят, как солдаты погибали. Это даже не из учебников школьных, эту историю приходится трогать руками». В отряде «За Родину» заведена добрая традиция. На месте обнаружения солдата на ближайшее дерево устанавливается красная звезда. Это сделано для того, чтобы увековечить место, в котором солдат провел последние минуты жизни. Раскопки продолжаются. Для многих поисковиков и краеведов это вопрос уже не только общий, но и личной истории.